Непрозрачным и сомнительным был бизнес Асланбека Ахмедханова, пропавшего в апреле после унижения и угроз от Кадырова. О запутанных делах и схемах опального бизнесмена рассказывается в справке Кавказского узла. Асланбек Ахмедханов не выходит на связь с родственниками после того, как глава Чечни жестоко раскритиковал его за насмешливое видео о карантинных мерах в республике. Говоря с Ахмедхановым, Рамзан Кадыров также потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия. «Мы столько оружия у тебя изъяли, что уму непостижимо. Я все знаю. Единственный шанс у тебя – не подметать улицы. Расскажи, как есть. Не расскажешь? Я клянусь Кораном Всевышнего. Заставлю тебя землю лизать языком по всей Чечне», – заявил Кадыров. Также Кадыров напомнил, как сын Ахмедханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе. 15 мая 2016 в Старом Осколе Белгородской области, где проходил чемпионат России по вольной борьбе среди юношей в ходе соревнований во дворце спорта Аркады, спортсмен Рукман Ахмедханов после проигрыша набросился на своего оппонента, спровоцировав массовую драку. На видеозаписи инцидента зафиксирован человек, который в ходе драки достал пистолет. Многодетный отец быстро все осознал и дал главе республики слово больше такого не допускать. Своё поведение он объяснил праздничным настроением и заверил, что вообще-то не пьёт алкоголь, просто был день рождения. Однако о его местонахождении до сих пор по состоянию на 16 апреля ничего не известно. О бизнесе Асламбека Ахмедханова известно совсем немного. В апреле 2006 в Москве зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Югнефть. Газета «Коммерсант» указывает в качестве её руководителя именно Ахмедханова. Однако в ноябре 2019 эта компания уже числится за Радыгиным Сергеем Александровичем, называемым в информационных базах как её собственником, владельцем, так и её ликвидатором. Финансовые успехи фирмы за 2018 выражаются в 30 миллионах рублей выручки и отрицательной прибылью в 31 миллион. За три предыдущие года прибыль суммарно составила 5 миллионов. С другой стороны, реляция именно этой компании на несуществующем сейчас её сайте показывает размах бизнеса. Долгосрочный госконтракт на поставку кабеля для объектов Министерства обороны Российской Федерации. Выгодный договор с ОЗК «Центр» на закупку высококачественной пшеницы. Долгосрочный контракт на поставку битума и других нефтепродуктов с Кирижским нефтеперерабатывающим заводом. Выгодный международный контракт с крупной китайской компанией на поставку нефтепродуктов в Китай. Там же упоминается уже ликвидированный в феврале 2019 торговый дом «Номинал», в котором Ахметханову принадлежало 25%, совместно с компанией ООО «Номинал» производит и поставляет оборудование для «Газпрома». При этом и выручка, и прибыль у «Номинала» нулевые. Однако в сентябре по адресу Москва, улица Маршина-Неделина, дом 16, корпус 3, квартира 21, было зарегистрировано еще одно ООО «Югнефть» с уставным фондом 60 тысяч рублей. Основным владельцем 90% и генеральным директором новой компании указан Ахметханов Рахман Асланбекович, один из сыновей. И если доходы от публичной предпринимательской деятельности по официальным источникам не просматриваются, то причастность Асланбека Ахметханова к преступлениям подтверждена судом. В 2020-м он был приговорен года условно за незаконную банковскую деятельность. Связь Ахметханова с преступным миром подтвердили и источники «Кавказского узла». По словам одного из них, Ахметханову давали возможность иметь самостоятельные бизнес-проекты, где-то кого-то крышевать, иметь свою компанию, но за это финансировать те проекты, которые ему были поручены Кадыровым. Источник рассказал, что речь идет о различных спортивных мероприятиях, ежемесячных отчислениях фонд Кадырова. Другой источник назвал Ахметханова «чуваком из девяностых». Оставил свой след Асланбек Ахметханов и в другом, долго тянющемся скандальном деле, когда в 2016-м мать бывшего башкирского сенатора Игоря Изместева, отбывающего пожизненный срок, обратилась к чеченскому авторитету. По кличке Черт, по паспорту Асланбек Ахметханов, желая вернуть деньги, переданные за вынесение иного приговора суда, не связанного с пожизненным лишением свободы. Ахметхановы – уроженцы села Гехи, Урус-Мартановского района Чечни, члена Тейпы Нашхуй. Асланбек трое его сыновей – студенты МНИМО, шесть дочерей – школьницы. И жена Зарема постоянно живут в Москве. Брат Муса Султанович в прошлом был управляющим коммерческого банка «Каспий».